Пробоотборник 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 Пекари намерены удивить гостей феста В прошлые годы настоящий бум Вызвали 100-килограммовый каравай, а еще гигантский Гродненский драмтеатр и Покровский собор Из теста на этом не остановятся В этом году Гроднохлебром собирается побить рекорд Испечь батькову булку Длиною 5 метров и угостить ее всех гостей праздника. Республиканский конкурс пекарей на Каравай-фесте устроят впервые. От хлебобулочных традиций до трендов 21 века ожидают под сотню участников со всей страны. Уже в эту субботу Свислочь превратится в хлебную столицу Беларуси. Напомню, идея фестиваля родилась после визита президента в местную пекарню. Тогда Александр Лукашенко высоко оценил вкусовые свойства традиционной плетенки, которую местные жители впоследствии назвали «батьковой булкой». Больше хлебных и интерактивных площадок, игры, мастер-классы, звезды белорусской и российской эстрады. Даже блогеры не останутся в стороне от праздника. Будут у нас участвовать впервые в этом году блогеры Баба Нюра и Юрка Максимчик. Очень интересные будут представлены мастер-классы по выпечке хлебов на тандыре. Будут представлены мастер-классы по изготовлению нашей любимой «батьковой булки», которую можно будет пройти как квест. «Каравай-фест» в Свислочи пройдет уже в третий раз. Ароматный, с отсылкой к корням, про белорусскую культуру, труд на земле и любовь к своей родине. А в центре внимания хлеб из отечественного зерна, который уже многие годы за одним столом объединяет всех жителей страны. Галина Буро, Анатолий Бояренцев, телекомпания СТВ, Гродненская область.